здравствуйте вы на канале романа фада и сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему как энергетика нашего жилища на что она влияет как она сказывается на нашем благосостоянии здоровье на нашем счастье и вообще в целом как она влияет на нашу судьбу знаете наверное в современном мире нет для кого не секрет что вещи помещения накапливают со временем ту энергетику энергетику тех событий которые происходили либо с человеком когда на нем была надетка какая-то вещь либо в помещении когда в нем кто-то ругался кто-то ссорился кто-то болел и все это к сожалению имеет свойство накапливаться точно так же как физическом смысле накапливается грязь когда мы долгое время не прибираемся собственной квартире к примеру точно также это происходит на энергетическом уровне когда к примеру долгое время в квартире в доме происходят какие-то конфликты какие-то скандалы все это имеет свойство накапливаться непосредственно в помещении и потом в дальнейшем притягивать подобные негативные события извне так вот давайте по порядку как это вообще происходит вы знаете в своей практике часто привожу такой пример допустим давайте представим что к примеру а такое заведение как клиника для душевно больных то есть то что в современном мире называется психиатрическая клиника в какой-то момент будет расформирована просто давайте теоретически представим такую ситуацию и это помещение допустим будет заселена поделена на квартиры и заселена там семьями человеческими семьями в каком-то количестве я думаю многие со мной согласятся что через достаточно непродолжительный промежуток времени у большинства из этих людей так или иначе начнутся те или иные психологические психические расстройства и отклонения почему казалось бы в этом месте не присутствует ни одного душевного больного то есть их допустим куда-то я в другое место перевели скажем так это просто вот помещение которое раньше являлась клиникой для душевно больных почему это происходит потому что это место успела накопить определенную энергетику это место привлекало на энергетическом уровне определенной сущности и определенной ситуации которые потом в дальнейшем уже в силу накопившихся вот этих негативных с точки зрения энергетики последствий в дальнейшем все это допустим начинает работать уже на тех людей которые в этом месте начали жить да понятно что сейчас я озвучиваю теорию но подобное в принципе понятно что не в таком количестве но имеет место быть и в нашей жизни к примеру давайте а представим такую ситуацию что допустим вы купили квартиру квартиру не в новостройке хотя с новостройками а тоже чуть попозже расскажу ситуация которая была непосредственно моей практике у моего клиента вы купили то что называется вторичку бывают абсолютно разные ситуации допустим один человек продает квартиру ради того чтобы ее скажем такую или увеличить и улучшить собственные жизненные условия другой человек продает квартиру потому что ему к примеру нужно закрыть долги разобраться с какими-то проблемными ситуациями он испытывает недостаток в деньгах в собственной жизни и вынужден продать квартиру понять и проследить какой именно причиной руководствуется человек невозможно но как практике могу сказать что если в первой квартире когда человек хочет улучшить собственные жизненные условия был так или иначе накоплен именно и накоплено было именно энергетика успеха энергетика достатка и человек как бы улучшал собственные условия то есть у него была удача у него был достаток это все имело свойство аккумулироваться непосредственно в этом помещении то во втором случае а как раз все прямо противоположным могла образом складывать то есть энергетика нужды энергетика бедности энергетика конфликтов она как бы источалась вот этим человеком там либо его семьей и в какой-то момент когда вы переезжаете в такую квартиру а в своей практике не раз сталкивался с такими случаями когда на люди переехали в новое место начинает хронически не вести постоянно сталкивается с какими трудностями с какими-то проблемами и удача просто такое ощущение что отворачивается от него почему это происходит это как раз поет происходит по причине того что он попадает в энергетически грязное место да он может сделать новый ремонт да он может опять же как бы полностью преобразить эту квартиру но он должен еще помимо всего этого еще и очистить ее энергетически то есть разорвать вот эту связь убрать этот негатив и в таком случае квартира будет как в физическом смысле в жизненном смысле то есть новым ремонтом так и в энергетическом смысле она будет чистая как это сделать спросите у меня существует несколько методов а если мы говорим о о том когда вот идут классические проявления того что вот в помещении накопился негатив этот негатив притягивает жизнь последующий негатив в таком случае нужно однозначно проводить чистку на нужно очистить определенными ритуалами определенными методами нужно использовать всевозможные благовония и запомните друзья мои нечесть она не зря называется нечестью потому что ее привлекает все нечистое в квартиру обязательно должен попадать солнечный свет если у вас темные шторы если вы никогда не расшториваете эти шторы либо у вас постоянно висят какие-то глухие на жалюзи которые не пропускают свет какие-то очень плотные занавески и так далее понятно что у каждого свой вкус и каждый выбирает то обстановку которые нравится но с точки зрения опять же практики с точки зрения статистики я могу сказать что сказать так что очень важно нашей вообще жизни наличие солнечного света в принципе это работает точно так же и если мы говорим о помещении где мы живем поэтому обязательно нужно время от времени расшторивать занавески давать доступ солнечному свету особенно вот в яркий безоблачный день второй момент это всевозможные благовония неважно какие благовония в принципе да тот же ладан подходит тоже ваниль и много чего еще но любое благовоние она опять же имеет очищающие свойства именно с точки зрения энергетики квартиры и третье это опять же те или иные звуки я говорю о музыке я говорю о мантрах каких-то песнопениях неважно буддийские православные но все это имеет свойство опять же очищать энергетику нашего жилья ну и понятно как я уже сказал изначально это ритуал очистки чистка свечами чистка веников чертополохом и если вы проводите раз по крайней мере раз в два в три месяца подобный обряд неважно верите в это не верите но вы очень быстро начнете замечать что энергетика вашего жилья становится лучше вы себя чувствуете более комфортно и вам хочется находиться в вашем жилье в противном случае если оставлять подобные моменты без внимания в какой-то момент вы очень быстро начинаете замечать что несмотря на весь уют и весь казалось бы внешний комфорт вашего жилья вас постоянно оттуда что-то гонит это тоже говорит о том что накопилось много негатива и этот негатив нужно убирать также подобные чистки желательно делать тогда когда пришли какие-то гости в намерениях которых будет сомневаетесь и вы чувствуете что после визита этих гостей пошли те или иные неприятности да возможно что они сглазили непосредственно вас но возможно что они оставили свой некий энергетический след непосредственно вашем жилье и вот эту энергетику опять же желательно убрать если на вас кто-то навел порчу или сглаз то даже после чистки энергетики в доме негатив из вашего энергетического поля будет ставить метки и загрязнять все пространство поэтому сделайте обязательно диагностику энергетики на наличие негативных воздействий для этого пройдите по ссылке в описании и подпишитесь после подписки вы попадете в рассылку в которой я подготовил для вас сильные практики по очистке энергетики повышению энергии постановки защит и привлечению финансов проходите по ссылке в описании желаю вам удачи с вами был роман фат